здравствуйте друзья сегодня расскажу вам об ароматах двух арабских парфюмерных брендов это бренд абдул самат аль кураши и хамиль аль мус эти драгоценные ароматы мне любезно передал мухаммед из москвы который занимается продажей арабской парфюмерии и конечно же все контакты я оставлю внизу под видео я так понимаю что оба бренда достаточно популярны в арабских странах но к сожалению о бренде хамиль аль муск мне не удалось выяснить вообще ничего потому что практически вся информация на арабском языке о бренде абдул самат аль кураши известно что это семейное предприятие из саудовской аравии которая существует уже более 150 лет и под этим именем бренд известен с 1932 года с тех пор как абдул самат аль кураши зарегистрировал этот бренд и сейчас им заниматься его сыновья мне кажется что у этого бренда просто превосходный дизайн упаковки шкатулки такой конфигурации я видела и у других брендов арабской парфюмерии но мне очень нравится как она сочетается с вот этим фольгированным голографическим тиснением и вообще с белым цветом по моему очень красиво и роскошно выглядит а все эти ароматы обладают очень специфичной для восточной парфюмерии консистенции это нечто среднее между маслом и гелем с безумной насыщенностью запаха обычно те кто впервые сталкивается с арабской парфюмерии удивляются такому типичному маленькому объему флаконов но на самом деле даже при ежедневном пользовании поскольку аромат очень концентрированный такого флакона хватит примерно на год три аромата бренда абдул самат аль кураши о которых я вам сейчас расскажу это разнообразные мускусы натуральные и синтетические поэтому если вы весьма поверхностно знакомы с мускусом и практически ничего не знаете об этом парфюмерном материале то пожалуйста посмотрите вначале мое видео об истории мускуса в истории и парфюмерии ссылку на него я оставлю сверху в меню cards и внизу под видео можете прямо сейчас поставить это видео на паузу и посмотреть видео о мускусах итак давайте начнем вначале хочу рассказать вам о двух белых мускусах чистых пронзительно свежих и мыльных первый из них называется муск аль хитам это аромат о мускусе который описывается в коране где всевышний говорит а печатью его будет мускус она запечатана мускусом или же последний глоток его будет иметь привкус мускуса пусть же ради этого состязаются состязающиеся в толковании к этому фрагменту написано райское вино это самый прекрасный и самый вкусный напиток предполагается что она запечатана мускусом чтобы в него не попало что-либо что может уменьшить его прелесть или испортить вкус согласно другому мнению восхитительный мускус это осадок который остается на дне сосудов из которых рабы божьи пьют выдержанное вино таким образом даже мутный осадок от которого в этом мире принято очищать напитки в раю будет наградой пусть ради этого вечного блаженства прелесть и величину которого не знает никто кроме аллаха состязаются состязающиеся пусть праведники стараются опередить друг друга на пути к этому блаженству и совершают соответствующее благодеяние вот ради чего люди не должны жалеть своих жизней вот ради чего должны состязаться бравые мужи этот аромат пожалуй самый понятный и привычный по звучанию из всех он звучит вполне по-европейски в духе свежих цветочных ароматов 90-х на восточном мускусном фоне мне трудно представить кого-то кому бы он не подошел это совсем базовый не выделяющийся аромат но при этом роскошно в своей простоте самый простой способ представить этот аромат это представить благородного родственника cool water от давидов с ярко выраженным пронзительно свежим мускусом этот аромат отличает очень специфическое для современной парфюмерии не кондитерская сладость то есть он как бы сладкий но ощущение сахара при этом не возникает совсем этот аккорд я бы назвала дорогим сладковатым цветочным букетом из парфюмерии времен 90-х это то что пахнет очень дорого несет четкий отпечаток времени и определенно врезается в память несмотря на то что аромат достаточно нейтральный этот аромат я однозначно рекомендую мне он определенно понравился даже несмотря на то что это совсем не мой парфюмерный жанр следующий аромат это белый мускус тоже абдулсамат аль кураши но не в своем родном флаконе беломускусные ароматы у арабов считается мускусом жениха и невесты и они называют его по-разному например миск объят это белый мускус миск аль джизм это телесный мускус или миск аль тахара это мускус очищения или миск аль арус мускус невесты и жениха если вы интересуетесь арабской парфюмерии то скорее всего не раз встречали подобное название у разных арабских парфюмерных брендов это классический сюжет арабской парфюмерии по своей сути он мало чем отличается от других подобных ароматов в этом же жанре даже от того же классического белого мускуса от the body shop мне кажется что в таком жанре где на первый взгляд все максимально просто вся соль как раз именно в нюансах насколько дорогим или дешевым простым или сложным звучит аромат при видимой простоте на первый взгляд сколько в нем мыло как долго он остается на коже в своем лучшем виде не превращая свою упрощенную гротескную версию этот белый мускус выигрывает по всем показателям особенно мне бы хотелось отметить его приятный цветочный характер в нем есть легчайшие нюансы свежие розы и фиалок пудры крема и даже ванили когда он усаживается на кожу разогревается этой тепла сливается с ней и начинает распространяться ароматными волнами вокруг хозяина это такой запах очень чистой своей кожи только лучше кремовый свежий сладковатый это прямая противоположность дешевых мономускусных ароматов на пористых вездесущих кричаще мыльных хотя принципиально от них жанрово он совсем не отличается как по мне это идеальный выбор для жаркой погоды как и предыдущий аромат и это самый универсальный аромат из всех пяти определенно унисекс и скорее всего он понравится большинству людей которые бы пробовали все эти пять ароматов потому что это такой очень тоже понятный классический типичный жанр который практически все любители парфюмерии точно пробовали во множестве вариаций и это определенно одна из очень достойных выдающихся его вариаций и наконец третий мускус это натуральный редчайший мускус черной газели кабарги о котором я вам рассказывала в видео о мускусах это один из самых дорогих в мире натуральных мускусов если не самый дорогой учитывая их редкость и труднодобываемость в наше время и это также аромат от бренда Абдулсамат Аль Кураши не так давно на мероприятии посвященном неделе культуры я рассказывала о парфюмерии и в тот раз я захватила с собой несколько парфюмерных ингредиентов чтобы дать понюхать публике среди них был и этот мускус и несколько удов по моему опыту для всех кто вдыхает подобные ароматы впервые это конечно невероятно несравнимый опыт в контексте парфюмерии это сравнимо например с тем чтобы увидеть новый цвет которого вы никогда раньше не видели по крайней мере так было у меня когда впервые понюхал настоящий мускус и я очень ярко видела это в лицах людей которые нюхали этот мускус на этом мероприятии к сожалению только с бумажного блоттера как правило первая реакция это шок потом интерес и потом человек уже в состоянии оценить насколько интересен благороден и сложен этот запах это черный мускус анималистичный грязноватый и даже фекальный очень животный который раскрывает свою красоту только в том случае если вы нанесете его на кожу и подождете какое-то время это теплый и пыльный бархатистый запах тела животные грязноватые которые переливаются ванильными и даже цветочными нюансами с течением времени у него слабая проекция но он очень интенсивно пахнет вблизи от кожи и очень долго как по мне он практически не применим для отдельного использования но он невероятно украшает другие натуральные моноароматы при наслаивании например мне очень понравилось сочетать его с оттаром гулаб это от тар летних роз дистиллированных только в мае сандаловое масло следующий аромат это черный камбоджийский уд тураби от бренда хамиль аль муск как-то раз мне посчастливилось обсудить этот уд с вами кишку не с известным литовским натуральным парфюмером у которой огромная коллекция парфюмерных ингредиентов вы уже наверное видели на моем канале интервью с ней я оставлю на него ссылку также вверху в меню карт и внизу под видео и она была очень удивлена качеством этого уда она сказала что это уд высочайшего качества и конечно ее носу я доверяю больше чем своему потому что я может быть в своей жизни перенюхала несколько десятков натуральных удов она пожалуй несколько сотен если не больше если вы когда-либо нюхали натуральные удовое масло то вы знаете что все они обладают очень специфическим запахом с весьма разным характером одни воды могут отдавать шоколадом другие воды могут пахнуть похоже на муску с таким животным немного козлиным запахом этот уд пахнет как мне кажется овечьей шерстью сыром землей и я здесь также слышу ярко выраженную смолистую ноту как будто бы это мира или лада и в общем то если описать его максимально точно максимально кратко я бы сказала что это запах фермы где пахнет животными навозом и каким-то творожно-молочными продуктами конечно звучит не очень привлекательно особенно в контексте парфюмерии но поверьте мне что этот уд преображает любой аромат натуральный аромат также например как я носила мускус вместе с розовым оттаром конечно носить такие запахи по отдельности также как и мускус для славян для европейцев это хардкор я бы сказала что конкретно этот парфюмерный материал и мускус в наших условиях культурных на 95 процентов предназначен только для парфюмеров для профессионального использования чтобы с их помощью они могли сотворить какие-нибудь парфюмерные чудеса но конечно же есть и множество людей которые носят эти парфюмерные материалы в чистом виде в любых странах и наслаждаются их ароматом лично для меня это скорее парфюмерная драгоценность чем практичный запах и конечно же роскошный подарок для ценителей поскольку цены на мускус и особенно на уд только растут и будут расти поскольку это практически невозобновляемые природные ресурсы на сайте парфюмерного бренда ensar вот есть очень любопытная статья я также оставлю на нее ссылку внизу под видео в которой рассказывается о том как сейчас люди инвестируют в уд и мускус вместо ценных бумаг или драгоценных металлов и по моему это очень любопытно и последний аромат от парфюмерной фабрики ханиль аль муск это коричневая амбра один из видов амбра который выпускает эта фабрика и конечно же это не китовая амбра это смолистая амбра с синтетическими нотами этот аромат а также очень приятный для меня скорее мужской чем женский но определенно унисекс для меня в нем есть яркий нот напоминающие мандариновую корку нечто смолисто резиновое как будто бы это запах трав семян и смол одновременно и легкий такой грязновато рисковатый приятно мускусный арабский парфюмерный фон также здесь я слышу нечто ванильное но не откровенно ванильное а как будто бы на фоне поддерживающая общую композицию также мне кажется что здесь есть нота корицы и общий букет если представить большой кусок янтаря и попробовать представить запах который бы соответствовал этому изображению то этот запах определенно подходит и для меня он пахнет так как аккорд напоминающий запах кока-колы из винтажных ароматов например из юстю эсти лаудер этот аромат вне временной очень специфические и в нем определенно есть своя красота напоследок хочу сказать что в этом видео я не наносила запахи ни на кожу не на блоттер потому что они очень насыщенные и даже дотронувшись руками до пробки я обрекаю себя на вдыхание этого запаха в течение как минимум половины дня с пальцев и он не смывается но тем не менее я настоятельно рекомендую всю парфюмерию не на спиртовой основе а особенно натуральные парфюмерные материалы вроде мускуса или уда наносить только на кожу пробовать только на коже и наблюдать метаморфозы запаха в течение хотя бы двух часов на коже чтобы избежать разочарования в покупке это непредсказуемые ароматы и хотя как правило со временем они раскрывают свои лучшие грани и становится только интереснее и приятнее вы не можете знать заранее как вы отреагируете на эти метаморфозы так что это важное правило не стоит упускать из внимания я надеюсь вам было интересно услышать об этих ароматах в ближайшем будущем я также расскажу вам об ароматах парфюмерного бренда ensa уд о котором я упоминала в этом видео это также натуральные уды сандаловое масло и духи созданы на их основе напишите мне пожалуйста пробовали ли вы когда-нибудь эти натуральные парфюмерные ингредиенты или арабские ароматы и спасибо вам большое за просмотр желаю вам прекрасного дня и увидимся в следующем видео пока а и Субтитры подогнал «Симон»